Всем привет! С вами Алекс, канал Берелаб. Сегодня говорим о погоде. Начнем с геомагнитной обстановки. Смотрите, на Солнце сейчас есть активные зоны. Вот одна, вот уже вторая от нас отвернулась. Но мы, конечно же, ждем выделения, которые долетят до нас сегодня ночью. Первые из них. И будут терроризировать нас целых два дня. Ну и, кстати, вот здесь, если вы посмотрите, вот сюда внимательно, здесь вот можно увидеть протобиранец, который завис. Вот здесь вот, если вам видно. И, в общем-то, в целом эта зона так, довольно-таки тоже активная. Но давайте посмотрим, что же сейчас, какая статистика по Солнцу. Всего лишь одно пятно. Вот в этой зоне всего лишь одно пятно. И плюс четыре активные зоны. И смотрите, как спокойно вообще все в зеленой зоне. То есть А и Б, просто вспышки очень мелкие. Так, давайте посмотрим прогноз. Теперь Аврор. Ну что мы видим? Где-то вот, начиная, да, в ночи, где-то к утру начнутся первые. И завтра должно выйти до уровня 5. И в максимуме ожидается до уровня 7. Ну так нехило. То есть G3 ожидается, как минимум. То есть вот ученые просчитали. И потом это все продлится. Получается, ну, фактически все выходные продлится. Вот такая вот будет катавасия. Ну, как говорится, мы с вами обсуждали, что вторая половина недели будет сложной. Вот она идет довольно-таки сложно. Ну, к выходным, может быть, расчистится. Теперь смотрим, что сейчас у нас. У нас видим, что вот был небольшой такой всплеск. Потом раз, и он сошел до полного штиля. Вот это сейчас затише перед бурей. Потому что остались буквально считанные часы до того момента, как плазма долетит до нашей планеты. И что же это означает? А это означает сильнейшее магнитное буря, которое увидит даже жители Москвы, ну, широты Москвы. И, соответственно, может привести к сбоям в коммуникациях, радиопомехах. Ну, естественно, искажется на здоровье. Вот. Теперь вот такая вот интересная новость. Окажется, кораллы могут возрождаться. Вы понимаете, вот эти вот алармисты, они все уже проружжались, что все, кораллы погибли. Как же так? Вы помните, из-за потепления. А теперь, оказывается, они регенерируют. И то же самое, если помните, было с 80-х, 90-х годах с этой озоновой дырой над Арктидой. Что вот это все фреоны, там это все надо менять, все производство. Вот. Оказалось, что это просто зависит от силы полярного вихря. И, в общем-то, определяется все это как раз солнечной активностью. И с периодами это абсолютно нормально, когда возникают дыры. Как правило, весной это происходит. Но вот сейчас вот у них новая тенденция. Сейчас они хотят во всем обвинить производителя мяса и посадить всех без мясную диету. Точнее, искусственное мясо. Мы об этом поговорим чуть попозже. Ну, а вот статья о том, что какие были ледниковые периоды. Здесь, на примере, Финляндии четливо видно, что периоды потепления сменялись с периодами оледенения. То есть, при чем здесь человек, непонятно. И вот в последний, значит, период потепления, оно было где-то 12 тысяч лет продолжительности. И, соответственно, там уровень моря был на 6 метров выше, чем сейчас. И получается, вот это вот все было море. Здесь сейчас Белое море, да, вот эти вот озера, Ладога, Онега, все это вот с Балтийским заливом, все это было единое такое море. Ну, и, соответственно, вот здесь вот тоже в Финляндии, где куча озер, все это было единое море, а между ними были островки просто. Понимаете? То есть, это естественные процессы, которые происходят. Вот. Но сейчас вот мы что видим, что, пожалуйста, засыхает Крым. Но это вот тоже вполне естественные процессы. То есть, здесь деятельность человека и скотоводство игра, если играет, то какую-то совсем минимальную роль. То есть, совсем небольшую. И что же мы сейчас видим? Что, в общем-то, морозы-то тоже по минимальным экстремумам. Вот сейчас Верхоянский, Аймекони, все в соответствии с графиком, с обычным. То есть, никакого там резкого потепления такого зимой точно не происходит. Что происходит? Это поляризация климата. Морозы становятся все серьезнее. Возникает все внезапнее. Вот. Вариаций становится все больше. И вот смотрите, в ближайшие дни, здесь пишут в якутских, выхолодится до минус 57. Это почти рекордное число. Видите? То есть, говорить просто о потеплении совсем не стоит. Это неправильная точка. Вот, опять же, морозы становятся все крепче и крепче. Видите? Ну, хотя бы вот заголовки, да? И по своей силе, в общем-то, морозы ничуть не соответствуют тренду на потепление. Если вы не согласны с этим, посмотрите Австралию. Это не Тасмания. Это уже континентальная Австралия. И здесь, говорит, горнолыжный курорт. А какие там горнолыжные курорты? Там холмы. У них самая большая гора там 2200 метров. Это вообще не гора, это холм. На нее там машины заезжают. Самая высшая точка Австралии. А это не там, это в другом месте. Вот. Но в том же штате, но вместо другое, видите, что все в снегу. А это у них лето. Это, соответственно, как будто июнь сейчас идет. Вот. Ну, и в Тасмане там, соответственно, тоже. Там еще больше снега выпало. Так что вот такие вот дела. Говорить просто о потеплении не стоит. Ну, и то же самое, посмотрите, Иран. Там сколько наводнений. Сколько там снега выпало в горах. И в Пакистане, если вы видели, там стали непроходимыми. Лавины сошли. Вот. Перекрыты дороги. То есть целые катастрофы. Вот. В Ташкенте даже снег, смотрите, минус один. И вот снег идет. Но это вот как раз из Ирана пришел вот фронт туда, в горы. И потихонечку вот досталось чуть-чуть снежок, пожалуйста, в Ташкенте. Но это не сравнить с тем, что происходит сейчас в Альпах. Потому что там был один циклон. Потом еще вот второй идет сейчас. И смотрите, это на вчерашний день было уже 3 метра снега. На утро вчерашнего дня. Сегодня я могу сказать, что во всем Альпийском регионе, вот мы в 100 километрах от Альпах, у нас целый день льет дождь. Целый день. Соответственно, к нам это пришло через Альпы. С той стороны, где с итальянской стороны, с австрийской, там гораздо больше осадков. То есть к нам пришло уже через горы и целый день льет. Соответственно, 4 метра. 4 метра там будет точно в соответствии с прогнозом. Ну и вот, пожалуйста, скорость снега. За одну ночь, за несколько часов 8 сантиметров. Превысил предыдущий 20-часовой рекорд 45 сантиметров. Вот, там 90 сантиметров тоже выпало где-то. Это все за сутки. Это большое количество. Почему? Потому что сейчас придет какая-нибудь, вот теперь это все намокнет. Все это съедет со стороны, со склона горы в виде лавины. И, соответственно, эти селения останутся зимовать до весны. Все. Цивилизация для них будет закрыта. То есть, вот как они, кто туда поехал на лыжах кататься, там и останутся до апреля, до мая. Вот так-то. Так, ну и вот теперь смотрим, что происходит и на равнинной части Италии. Мы видим, что здесь тоже уползни происходят. Видите, завалены дороги. Все под водой. Вот. Плавают опять на лодках. Это вот в горах, что происходит. То есть, все затопило. И в горах снегом засыпало, и на равнину. Вот, пожалуйста, вертолеты, равнины абсолютно. Видно здесь все под водой. Все ушло под воду. Вот. Вода вместо того, чтобы идти в центр континента, вот она осталась прям рядом с Адриатическим морем. И еще вот, насколько показать, насколько заряжены эти циклоны. Вот, пожалуйста, здесь еще и торнадо довольно-таки редкие в этот период, в декабре. Обычно торнадо там бывает, но они где-то в районе марта. Плюс-минус вот так вот. Ну, в декабре, довольно-таки редко. В декабре, январе. Вот. Теперь Молдова и восток Румынии сюда все это добро придет. То есть, она раскололась на две части. Одна часть пошла сюда, в Германию. Другая часть вот пойдет как раз в сторону. Получается, Молдову, Украину достанется и Крыму. Достанется вот и Центральной, Северной Украине. Дойдет до Москвы. Вот это все. Причем будет ледяной дождь. Потому что у земли, у поверхности будет минусовая температура, а сверху будет теплая, плюс 6. И получится все покроется льдом на поверхности. Ну, и в Белгороде вот тоже здесь пишут, ожидают, что плюсовую температуру принесет. И даже осадки какие-то. Да, это все пойдет на Москву. Но это вряд ли разобьет антициклон. Вот. Вот в Астраханской, Калмыкии, аномально холодно пишут. Средняя температура ниже нормы на 10-12 градусов. Так вот. А в Ставрополе гололидится и очень сильный ветер. То же самое, смотрите, сильный снег выпал, в соответствии с прогнозом, то, что мы говорили, в Южной Сибири, в Новосибирской, Кемеровской областях, на Алтае до одной трети положенного за месяц выпало. Но температуры там не перешли на плюсовые. А вот ближе к Северному Литону океану, там в Салихарде, допустим, вот теперь случилось до плюс одного. Почему? Потому что циклоны идут с Атлантики. Они не идут через континент, они идут прямо по морю, выходят туда, вот, через Мурманск, Архангельск. Вот. И, соответственно, у них много энергии, много тепла, много осадков. И вот такие вот вещи происходят. Так. Теперь давайте посмотрим новости. Что у нас? Ну, по-моему, все разобрали. Везде видно, что морозы крепче. Но вместе с тем начинается погодная перестройка, вот, связанная с этим циклоном, да, который сейчас идет с Балкан. Вот. И Сибирь заносит снегом. Что еще интересно? Вот я вам обещал про искусственное мясо. Вот смотрите новость, да? Интересно, ну, что Сингапур вводит теперь искусственную курицу. Что еще искусственную ведут, непонятно. Ну, и остальные, вот, в Сибирь приходит главная боль, это в виде осадков. Вот. Соответственно, сезонные минимумы. И когда закончится морозная погода в Москве, мы с вами рассмотрим сегодня вечером, когда будем работать с картами. Прямо подробно все регионы, вот, какие опасности, все это рассмотрим. Ну, а так, спасибо вам большое за внимание. С вами был Алекс, канал Береглаб.